И последнее свой профессиональный праздник сегодня отмечают метеорологи всего мира. К слову, для Якутии и других регионов с экстремальным климатом работа этих специалистов как нельзя важна. Как минимум они прогнозируют, когда тронется лед на реках после зимы. А тех, кто наблюдает, анализирует и сообщает об изменениях погоды, расскажет Марьяна Кутукова. Саргалана Платонова работает на станции Якутска более 30 лет. За сутки через каждые три часа она обязана выдавать данные следующим специалистам. Это данные за 12 часов, температура, влажность, давление, направление ветра, температура почвы. Чудо-наверим отсюда и отправляем. Как признались сотрудники Якутского гидрометцентра, люди в этой профессии остаются на долгие годы. И в основном этот нелегкий труд ложится на плечи женщин. Самое ветродульное место у нас самое, это бухта Тикси. У нас там станция ВГМС. И ежегодно практически ветер в этом районе дует до 35-38 метров. Это практически регулярно. То есть это очень... И там женщины работают, выходят с этим мощным... Ветер, метель сильная, не видно ничего, надо с канатом только идти. Вот они идут, через каждые три часа положены и наблюдают. Сейчас от острова Котельный до поселка Нагорный, не считая морские, аэрологические станции и гидропосты, действует порядка ста метеорологических станций. Данные со всех станций сперва поступают в управление, в Центр сбора информации. Затем их раскодировкой занимаются техники. Когда все станции нанесены на карту, заключительным этапом является анализ синоптиков. Во-первых, кольцевая карта обрабатывается. И только проведя линии одинакового давления, которые называются изобары, мы сразу видим, где у нас антициклон. Где циклон, это, наверное, вам известное понятие. Если антициклон, то там минимальное количество осадков, и ночные пониже температуры, а днем солнышко. А если циклон, то мы будем видеть и осадки, и ветер. Дальнейшие планы Якутского гидрометцентра – это добиться полной автоматизации гидропостов и метеостанций. Надеюсь, при одобрении Росгидромета мы в этом году автоматизируем еще 28 гидропостов. В части, значит, метеорологических станций у нас автоматизировано 66 установлено автоматических метеорологических комплексов. Часть из них работает. Информация от них также у нас в оперативном режиме, или, как сейчас говорят, в режиме онлайн, поступает вот сюда, к нам, в гидрометцентр. Сегодняшний день работники гидрометслужбы проведут на посту. Как и во все дни, будь то праздничный или нет, они будут наблюдать за погодой. Марьяна Кутукова, Владимир Таюрский, НВК Саха, Якутск.